МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области до 7 вечера 29 ноября ввели режим черного неба. Предупреждение направили предприятиям Самары, Новокубышевска, Сызрани, Похвеснево, Отрадного, Чапаевска и Безенчука, сообщили в Приволжском УГМС. В промышленных городах часто объявляют режим черного неба. В таких случаях может ощущаться запах гари и ухудшаться видимость. Поэтому лучше ограничить пребывание на улице, заниматься спортом только в закрытых спортивных комплексах, а после прогулок рекомендуется промывать нос. В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который гарантирует сохранение рабочих мест для участников специальной военной операции на весь срок их контракта. Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подчеркивал, что подобная практика была ограничена одним годом. А теперь срок приостановления действия трудового договора будет охватывать весь период прохождения военной службы. Кроме того, документ предусматривает защиту прав супругов военнослужащих, проходящих службу по контракту периодом свыше года. Это касается случаев сокращения штата или численности работников, а также направления в командировке, привлечения к сверхурочной работе в ночное время, выходные и праздничные дни. В отопительный сезон количество пожаров в жилых домах и квартирах увеличивается, часто горят надворные постройки. Основными причинами возгорания являются нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и оборудования, перегрузка электросети, неосторожное обращение с огнем. Администрация Самары напоминает о мерах предосторожности, не превышать допустимую нагрузку на электросеть, следить за состоянием розеток, выключателей и проводки, размещать отопительные электроприборы подальше от шторы мебели на подставках из невоспламеняемого материала. Центробанк Российской Федерации может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки, но окончательное решение пока не приняли. Об этом сообщил советник председателя Центрального банка Кирилл Тремасов. Он полагает, что по результатам года уровень инфляции, вероятно, приблизится к верхней границе ожидаемого диапазона 8,5%, хотя и не исключает возможности превышения этого значения. Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 20 декабря.